ДИДЖЕЙ КРИПТОН Решил разбить её на несколько уроков В первом уроке будут затронуты аудионастройки и настройки режима наложения То есть зебры, кроп-марки, гистограммы и так далее Для нашего сегодняшнего примера мы будем использовать прошивку Magic Lantern Установленную на фотоаппарат Canon 600D С прошлого раза у нас уже поменялся фотоаппарат Сколько времени прошло Итак, включив камеру с предустановленной прошивкой Magic Lantern Нажав Dell, мы попадаем в меню Сегодня для туториала я использую камеру Canon 600D В ней настройки звука уже включены в стандартную прошивку И меню аудионастроек Magic Lantern выглядит совершенно по-другому, нежели на других камерах Поэтому я показываю сейчас меню с камерой Canon 550D Первая вкладка у нас называется Audio Эти настройки позволяют нам управлять параметрами записи звука вручную Первый пункт этого меню Audio Matters On или Off Этот пункт позволяет включать или выключать это поражение индикатора уровня звукового сигнала Второй пункт это Analog Gain Регулятор уровня звукового сигнала С помощью этой настройки мы можем регулировать уровень входящего звукового сигнала Эта функция действительно полезна при работе с внешним микрофоном На камере, с которой мы сегодня работаем Эта функция уже встроена по умолчанию в стандартную прошивку А на аппарате Canon 550D для изменения уровня входящего сигнала, конечно, нам была необходима прошивка Magic Lantern Третий пункт в меню это L Digital Gain и R Digital Gain Уровень звукового сигнала сепаративно, то есть раздельно на левом и правом каналах Следующий пункт, четвертый, это AGC On и Off AGC это значит Automatic Gain Control Это своеобразный встроенный цифровой компрессор, который предназначен для автоматического изменения уровня сигнала Но на моей практике он только и делает, что создает дополнительный шум То есть если мы пользуемся этим вот компрессором, то при тишине начинает вылезать шум Пятый пункт в меню аудио настроек это Input Source При помощи этой функции можно выбрать источник звука Какие источники звука нам предлагают выбрать Это альтернативная наша прошивка Internal Mic Звук будет записываться со встроенного микрофона камеры L Internal и R External Левый канал будет записываться со встроенного микрофона камеры В то время как правый канал будет писаться с внешнего источника звука External Stereo Звук будет записан как стерео с внешнего источника То есть это довольно интересно, если мы хотим использовать наш фотоаппарат Как некий диктофон Следующая настройка L Internal и R Balanced Левый канал у нас записывается со встроенного микрофона камеры В то время как правый канал будет писать так называемое Сбалансированное аудио То есть Balanced Audio С внешнего источника Это значит сбалансированный звук Который позволяет использовать длинные кабели без помех И обычно эти микрофоны имеют трехконтактовый разъем XLR Знакомый всем, я думаю, кто видел когда-нибудь концертные микрофоны Кстати, на видеокамерах многих профессиональных тоже присутствует разъем XLR Auto Internal External Камера автоматически распознает, подключен ли внешний микрофон или нет Mic Power On Off По дефолту эта опция включена Это значит, что камера работает как некий предусилитель сигнала микрофона Если изначально у микрофона низкое сопротивление, то можно функцию эту выключить Следующий параметр это Output Volume Это регулятор уровня звукомониторинга Этот параметр никак не влияет на уровень звукодинамика самой камеры Мониторинг USB On Off Это очень полезная функция, которая позволяет нам слышать Записываем аудиосигнал непосредственно во время записи Ну, с помощью, например, наушников Для того, чтобы подключить наушники, используется USB-выход Можно использовать такой вот кабель Этот кабель подключается к USB-выходу камеры И на другом конце имеет обычный 3,5-миллиметровый мини-джек Для подключения наушников Для наилучших результатов на официальном сайте прошивки Рекомендуется использовать наушники с низким сопротивлением Такие как, например, Audio Technica ATH-M50 Или можно воспользоваться усилителем наушников Например, вот таким вот Если звук недостаточной силы Следующая вкладка в нашем меню Это Live View В этой вкладке собраны настройки всех режимов наложения Таких как зебры, гистограммы, кроп-марки, индикация фокуса и так далее Первый пункт меню Global Draw On или Off позволяет нам Или включать, или выключать Отображение дополнительной информации И любых наложений На мониторе камеры при съемке Гистограмма Waveform Гистограмма Waveform И при нажатии на кнопочке Q Будет меняться отображение Waveform Large Full Screen Off Small Large Full Screen Off Позволю себе небольшое теоретическое отступление Для того, чтобы тем, кто еще не знаком с этими терминами Было понятно, о чем тут идет речь Такой гистограмма Это вот график, который отображает распределение полутонов изображения По горизонтали у нас представлена яркость А по вертикали Относительно количества пикселей с заданным числом яркости Они нужны для того, чтобы можно было мерить экспозицию Более объективно, чем Смотря просто на дисплей Гистограмма очень полезна, например, при солнечном свете Где совершенно невозможно понять Насколько у нас недосвечена или пересвечена картинка Без дополнительных каких-то инструментов Что же такое Luma и RGB гистограмма? Слово Luma Происходит от слова Luminance То есть яркость Представляет собой яркость изображения От черного до ярко-белого цвета В свою очередь RGB гистограмма Показывает яркость каждого канала в отдельности То есть мы можем смотреть В каком канале у нас какие-то отклонения от нормы Но не будем сейчас, конечно же, углубляться в теоретические подробности А что такое форма сигнала? Waveform Waveform это своего рода 3D гистограмма Она также показывает яркость картинки Но дает нам больше визуальной информации По которой можно оценить экспозицию и контраст Если мы делаем выдержку более быстрой То яркость у нас как бы уходит вниз Следующий пункт Зебры Это инструмент, который показывает нам Недосвеченные и пересвеченные области нашей картинки Какие же режимы зебры мы можем использовать? Luma Эта зебра рассчитывается только из Y-канала И пересвеченные области у нас отображаются красным А недосвеченные области с синим Проверяем Тут на колонках у нас недосвет Соответственно это показано синим Яркие области на мониторе Это красный пересвет RGB зебры Пересвеченные области отображаются исходя из RGB каналов И негативным цветом, например Наш объектив мы сейчас набили на экран с ярко-красным квадратом И мы видим, что область пересвеченная Она отображается негативным, то есть таким голубым цветом Управление зеброй осуществляется следующим образом Set, как и в других меню Это переключение первого параметра То есть выключение зебры RGB или Luma И play Это порог Порог у нас имеет значение от нуля Это отключение зебры для недосветов И до 255 Отключение зебры для пересветов Вот play мы нижний порог меняем, а Q Верхний порог меняется Следующая функция это False color Это инструмент используется для оценки экспозиции Показывает разницу яркости Y канала с использованием палитры При нажатии кнопочки Q Можно выбрать палитру Вот так это выглядит Мы не будем сейчас сдаваться в теорию И кому интересно, можете почитать на ссылке вот внизу Следующая опция в нашем меню это crop mark Crop mark это такие сетки и рамки кадрирования и композиции Это полезная функция особенно для тех, кто хочет Снимать такие видео, обрезанные под кино в половине экрана Какие у нас тут функции есть? Первая HD 16 на 9 Вторая CinemaScope Сразу появились у нас рамочки Для съемки вот с красными такими бордюрами Следующая crop mark это CrossMeter Такой крест-мишень А это довольно таки полезно, особенно для фотографий Следующий файл это паспорт Мы можем снимать паспорт, который подходит под европейские стандарты И Golden Mean Картинка имеет достаточно такой интересный философский смысл Кому любопытно, можно почитать по этому поводу Есть очень большая статья По умолчанию crop mark доступны у нас только в режиме видеосъемки Но можно также использовать их при съемке фото Естественно, так как у нас многие из них и сделаны для съемки фото Для этого необходимо зайти в меню Потом зайти на страницу Tweaks И изменить параметр Show Crop Marks In Сейчас стоит у нас All Modes То есть, crop mark у нас будут показываться во всех режимах съемки Если мы нажмем на этот параметр, то у нас будет написано Show Crop Marks Only In Movie Mode Только в режиме видеосъемки Мы можем использовать и свои собственные crop mark Для этого нам нужно создать BMP файл И подробные инструкции можно найти на сайте, вот ссылочка внизу Следующий пункт в нашем меню это Ghost Image Ghost Image Это полупрозрачная картинка, которая стоит поверх живой картинки на мониторе при съемке Сейчас покажу, как это выглядит Для того, чтобы использовать Ghost Image нам нужно сначала сделать какой-то снимок Можно это делать и в видеорежиме Теперь идем в Play Mode Видим картинку, которую только что мы сфотографировали Держим кнопочку старта записи видео И смотрим Overlay Saved И теперь мы видим, что вот эта картинка, которая была у нас снята только что на фото Она теперь показывается на мониторе камеры в полупрозрачном виде Этот Ghost Image прекрасно может помочь для правильной съемки панорамы Например, по границе горизонта Мы можем раз там повернули и еще сделали снимок Повернули и еще сделали и так далее Довольно таки полезно Следующая функция Live the Fish Live the Fish Это исправление дисторшена, который дает объектив типа Rabi Glass Fish Eye Но для чего это надо? Наверное, только для съемки с объективом Fish Eye И для того, чтобы картинка с объектива Fish Eye Она как-то выпрямлялась и получалась Смотрим, как это выглядит Вот так То есть мы видим У нас картинка как бы такая С таким маленьким дисторшеном Выпуклым То есть это компенсирует выпуклость рыбьего глаза Эффекта рыбьего глаза Но когда мы нажимаем на запись Вот мы сейчас нажали на запись Запись происходит в том же режиме Ничего не произошло Следующий это SpotMeter По-русски это экспонометр В экспонометре три режима Off Percent Off Percent А если мы нажмем на кнопочку Q То он может переключаться в шкале IRE Что позволяет делать экспонометр? Экспонометр позволяет измерять яркость в центре экрана И выводить ее в виде процентов Или значения шкалы Как раз вот IRE При включенном процентном экспонометре Мы вот видим в центре экрана такой маленький квадратик И рядом с этим квадратиком процент стоит То есть это примерный процент яркости Если мы наведем сейчас этот квадратик на явно белое пересвеченное поле монитора Это будет 100 Вот, сразу 100 99 99, 100 А теперь, значит, что такое шкала RE Это шкала измерения композитного видеосигнала Кому интересно, вот ссылочка внизу, можно ознакомиться Ну, чтобы поменять эту единицу измерения Еще раз надо нажать на Q Итак, на этом наш сегодняшний урок подошел к концу Надеюсь, вы вынесли из него что-нибудь полезное для себя Продолжение этой темы в следующих уроках Я думаю, что они не заставят себя долго ждать А пока, как всегда, приглашаю вас посетить свой сайт www.djcrypten.de Там вы найдете мои песни, наши клипы И также приглашаю вас подписываться на мою рассылку Внизу каждой странички на сайте есть кнопочка подписаться С вами был DJ Krypton и Sasha Matt До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok